12 апреля отмечается День авиации и космонавтики. В честь праздника перед Эльберетским техникумом имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина, состоялась торжественная линейка. Подробнее в нашем сюжете. В кадре Королёв, конструктор главный, и Юрий Гагарин, отвечающий ему. Лицо космонавта, утомлённое от перегрузок, минуты вечности среди пространств и веков, бесконечно праздничная музыка из музык. Страна, делающая первый вдох. Студенты Эльберетского техникума знают, кто такой Юрий Гагарин, не понаслышке. Именно здесь, с 1949 по 1951 год, будущий космонавт получал свою первую специальность. Тогда учебное заведение носило другое название – Эльберетское ремесленное училище номер 10. Здесь Гагарин осваивал навыки формовщика-летейщика. Юрий Гагарин прославил нашу техникум. И мы этим очень сильно гордимся. И мы постоянно вспоминаем о нем и празднуем все праздники, которые с ним связаны. Я горд учиться вот этими техниками. Вот наш музей, посвященный Юрию Гагарину. Очень прекрасный музей. Здесь есть личные вещи Юрия Гагарина. Он сам бывал в этом музее. Он был в жизни очень добрым человеком. Он говорил, что сила человека в его духе. И я полностью поддерживаю его слова. Торжественную линейку, посвященную Международному дню авиации и космонавтики, посетили депутат Московской областной думы Лидия Антонова и глава округа Владимир Ружицкий. Друзья мои, я сегодня хотел бы всех вас поздравить с замечательным праздником – День космонавтики. Я не побоюсь этого слова. Этот праздник – он и день нашего города, и день вашего техникума, в прошлом ремесленном училище. Я искренне желаю вам, чтобы ваши планы, мечты сбылись. И, конечно, мы гордимся, что когда-то Люберцы приняли совсем еще небольшого мальчишку Юру Гагарина на учебу. И вот какой путь он здесь начал, и как этот путь помог человечеству выйти в космос. Труженик тыла, ветеран труда Алексей Сурков написал стихотворение «Ко дню космонавтики». Оформил его в виде свитка и передал в музей Юрия Гагарина. Повсюду вы с нами, Гагарин. Повсюду вы с нами в строю. Вы первые полеты открывали за нашу родную страну. 1961 года, года полета Гагарина в космос, в училище зародилось гагаринское движение. Сегодня 12 лучшим студентам колледжа вручили удостоверение гагаринца. Ребята торжественно пообещали беречь и приумножать традиции своего отечества. Мы обещаем быть примером в учебе, настойчиво овладевать профессией, в совершенстве постигать секреты рабочего мастерства. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина ежегодно участвуют во многих мероприятиях. Среди них международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения». Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.